Привет, красотка! Я сейчас нахожусь не зря в топе спортивном, не зря без косметики, потому что, как вы наверняка уже поняли по названию, мы сегодня с вами будем тестировать косметику, предназначенную для спорта. Я немножечко затянула с этим моментом, на самом деле клиник мне прислали свою линейку месяца два назад, наверное, и вот сейчас как бы я собралась с духом, решила сделать наконец-то это видео. Дело в том, что сегодня мы собрались от лица с Денисом пойти на батуты. Мы очень часто, на самом деле, ходим на батуты, очень их любим, и мне пришла гениальная идея в голову именно сегодня нанести на себя ту самую косметику, предназначенную для фитнеса, для спорта, которая не закупоривает поры, которая прекрасна в нанесении и до, и во время, и после тренировки. Я буду там стараться сегодня прыгать активнее всех, чтобы максимально протестировать эту косметику, чтобы у меня лицо прям было красное. На самом деле в этой линейке здесь всего шесть средств, и мы с вами сейчас сделаем мне мейкап, я расскажу о каждом средстве. И, как мне кажется, вообще, как идея того, что есть косметика для фитнеса, для спорта, это просто гениально, потому что на самом деле, девочка... Что за звуки происходят? Вы не замечаете, что в моем доме и рядом с моим домом происходят какие-то взрывы? Постоянно. У нас еще какие-то звуки инопланетные постоянно. Реально, как будто бы наш дом связывается с космосом. Девочка, которая занимается фитнесом, спортом, хочет одновременно быть и красивой в этот момент. Я не говорю то, что красивая девушка может быть только с декоративной косметикой, но в любом случае это все равно придает уверенности, когда ты чувствуешь, что у тебя сейчас есть лицо, что оно вообще презентабельно выглядит. Но с косметикой, которая, не знаю, обычная, предназначенная для ежедневного нанесения, не нужно ходить на фитнес, она не предназначена для этого. Если вы накрасите брови, допустим, окей, там ничего с ними страшного не произойдет, но тональник, пудра, румяна, когда вы начинаете заниматься спортом, пот выделяется, это все перемешивается, поры наши просто в шоке, вы еще почешете лицо грязными руками, туда все попадет ужасно. Так вот, вот эта линейка предназначена для как раз-таки фитнеса, для того, чтобы у вас все с лицом было в порядке, чтобы ничего не текло, и главное, это будет для нашей кожи не вредно. Давайте по порядку, здесь для начала есть вот такой вот крем, это увлажняющий крем для лица, но матирующий при этом. То есть он матирует лицо, что достаточно... Опять чуть-чуть переборщила. Там такое нажатие просто сильно, блин, так жалко, что сейчас с ним делать. Пришлось увлажнить также руки, локоточки. Кстати, такая полезная информация, когда, девочки, вы наносите крем на руки, остатками проходите по локоточкам, по здесь вот ноготкам. То есть это пара секунд, а эти места в итоге вам скажут спасибо. Ой, я уже чувствую на самом деле, знаете, что при нанесении, что нету какого-то такого жирного эффекта. Ну, то есть, знаете, когда крем обычно наносишь, чувствуешь потом такое сильное гиперувлажнение. Увлажнение-то я сейчас чувствую, но вот какого-то такого жирного ощущения нету. То есть как будто будет действительно кожа матовая, и она действительно, девочки, не блестит. Подождем, пока немножечко крем впитается. Я пока расскажу вам о следующем продукте. Это будет тональник, который супер, мега, очень легкий. И он как раз-таки не забивается в наши поры. Должен ложиться легко, я его еще не тестировала. И мне прислали его в цвете 03 Light Medium. Я не знаю, насколько это мне подойдет сейчас. Пахнет, как и все у Клиник. Нейтрально, абсолютно никак. Давайте я попробую с вами вместе нанести его на лоб. Ааа, прикольненько. Первое, что хочу сказать, это цвет. Надеюсь, что он подстроится под мою кожу, потому что... Да, он подстраивается под кожу. Это здорово. Это и такое нанесение, у меня такого никогда не было. Я сейчас постараюсь вам показать очень близко текстуру, и вы все сами поймете. Я вообще не скажу, что это тональник. Это намного более легкий продукт, чем BB крем. То есть это как будто бы какая-то водичка вместе с тональным средством, чтобы все-таки тон выравнивался. Но в то же время там как будто бы есть что-то очень увлажняющее, похожее на масло, но не жирное. Покажу вам на щеке консистенцию. Понимаете, да? Обалдеть. Я сначала хотела нанести бьюти-блендером. До видео, до съемки намочила. Посмотрите, как он выглядит мило. Он даже не помещается в свою вот эту вот подставочку. Но я сейчас понимаю, что лучше, чем пальцы, именно этот тональный крем ничего не растушует. Я не знаю, это надо прочувствовать, понимаете? Если бы я наносила сейчас все это спонжем, спонж бы забрал на себя почти все, потому что это действительно спонж забирает на себя все. А тут все еще и влажно, он бы действительно все в себя впитал и ничего бы мне не отдал. Поэтому вот такие средства, девочки, наносите лучше пальчиками. Ну, очень приятное ощущение на лице. И как мне кажется, тон немножечко выравнился. То есть, конечно, он не перекроет прыщи, красные какие-то сильные пятна. Но я так скажу, мне такого нанесения вообще более чем достаточно для спорта, для физкультуры. То есть, венки мы вот здесь вот закрыли, здесь закрылись. Немного краснота у носика закрылась. Следующий продукт, который у нас есть, это универсальная вещь для губ и щек. Очень люблю такие штучки, я вам уже не раз говорила. И тут у нас получается вот в таком вот цвете пигмент и для губ, и для щечек. То есть, сделать румяна и блеск для губ. Да что ж такое, я сегодня вообще не могу совладать ни с чем. Давайте сразу нанесу на щечки. Сразу могу сказать, что расход у этих средств вообще будет небольшим. То есть, крапинки, буквально капельки хватает на то, чтобы сделать себе румяна. Вот с этими девочками местами, кстати, для хайлайтера и для румян, если у вас именно жидкое нанесение, будьте аккуратны без вот этих всяких движений. Похлопывающими движениями вбивать в кожу. Один такой момент, если вы наносите, вот допустим, помните, я только что вот так вот капнула две штучки, продукт достаточно быстро как будто бы впитывается и оставляет вот такое вот пигментное пятнышко. То есть, его потом растушевывать достаточно тяжело. Поэтому не делайте, как это делала я. Берите прям вот капельку, допустим, и сразу же растушевывайте. Цвет, который я имею на губах, мне нравится. То, что румяна тоже появились. Ощущения того, что у меня есть вообще продукт какой-то на губах у меня нет. Туш разделяет, удлиняет, подкручивает ресницы. При необходимости держится 24 часа и смывается теплой водой. Ну, я не советую, конечно, девочки, вам 24 часа с тушью вообще ходить когда-либо. Но если вдруг это понадобится. Красивая, да, ведь? Все-таки тоненькая. Подкрученности какой-то я не обнаружила, если честно. В принципе, такой же абсолютный эффект, как и от любой другой туши. Знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что больше продуктов почти нет. То есть, есть еще спрей. Спрей увлажняющий, освежающий. То есть, если вы, допустим, на пробежке и захотелось какого-то увлажнения лицу, то вот эта штучка, она именно для этого и нужна. Она и для тела, и для лица. При этом, опять же, не забиваясь в поры и не осушая лицо. Я могу взять ее прямо с собой на батуты и попшикаться, когда, допустим, станет жарко. Последнее, что было в моей косметичке, это вот такие вот увлажняющие салфетки. Нет, какие увлажняющие? Они смывают макияж наоборот. Я уже попробовала просто одну салфеточку смыть ей то, что у меня было на руках, почему так темно. Могу сказать, что одной салфеткой можно смыть, мне кажется, два макияжа, потому что она настолько хорошо пропитана средством, настолько она прямо влажная и очень приятная. То есть, она здесь с какими-то такими вкраплениями. Это все средства, которые были в косметичке, в этой линейке. Скажу от себя, что мне не хватило средства для бровей. Это может быть любой гель для бровей, под цвет ваших бровей, без там какого-нибудь карандаша, без теней. Вот именно тени и карандаш, они поплывут, а какой-нибудь хорошо фиксирующий гель, он и придаст цвета, и уложит брови, и они не будут ходить в разные стороны. Придадут форму какую-никакую. Я вот часто очень в последнее время просто крашусь гелем, то есть наношу гель на брови, и все. Я даже в уголки ничего не наношу, мне просто этого достаточно. То есть, это все равно как-то немного обрамляет лицо. Это вот такой вот гель цветной от Ифраше. Очень мне нравится, долго очень носится. Вот что-что, но брови красить на спорт вполне можно, потому что они никак там не закупориваются, с ними ничего страшного не произойдет, они просто будут в уложенном состоянии, они будут немного подчеркнуты. Вот что у меня получается с бровями, да и со всем лицом. Вполне сойдет даже под ежедневный макияж. А если ты при этом еще и осознаешься, что твоя кожа ни капли не чувствует дискомфорта, и ей действительно будет хорошо, что ничего не закупоривается, что она при этом еще и увлажняется, то замечательно вообще. Поэтому, красотки, мы собираемся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мне кажется, что тональник и крем, они подготовили мою кожу к такой физкультуре, И поэтому у меня кожа еще более или менее матовая. Ну что, вот мы и закончили прыгать. Ну, на самом деле, я выгляжу даже нормально. Обычно я после тренировки, ну или после спорта какого-то, у меня лицо все красное и блестящее. Тушь держится таким же слоем губы, губы вообще больше нет. Ну и давайте по нашей традиции, хотя они совсем в стандартных условиях, конечно, в виде вопроса с инстаграма. Скажи, пожалуйста, как избавиться от прыщей и от черных точек в домашних условиях примерно за неделю или как-то так. Передавай привет Кристине. Кристина, передаю тебе, конечно, привет, но запрос твой нереализуем. Эти запросы, я думала, они уже вымерли все. Вот эти типа, как там похудеть за неделю на 20 килограмм, как избавиться от прыщей навсегда за день, еще и ничего для этого не делая. Потому что, девочки, прыщи и черные точки имеют множество причин. Это может быть и сладкое то, что вы поели, и может быть месячное у вас, и может быть вы грязными руками трогаете лицо, и может быть вообще это гормоны. Это нужно настолько к этому подходить, не как просто, о, прыщ, плохо, давайте замажем, уберем, извлечем как-нибудь. Нет, это нужно рассматривать как реальную проблему вашего организма. Поэтому, к сожалению, я никак на это не отвечу. Просто хочу сказать, что подходите к вопросам вашего здоровья, не как просто к внешним каким-то факторам, что типа, о, прыщ бесит, наверное, надо его как-то убирать, избавляться от него за неделю. А как действительно помощь вашему организму. То есть идите к гинекологу, дерматологу, кто еще эти люди называются, косметологу, может быть. Не обязательно сразу же всех слушать, конечно, нужно походить, поспрашивать, посоветоваться с мамой. Ну вот, в принципе, все. Видос мой подходит к концу. Надеюсь, что вам было оно полезно, что я показала на себе, как работает косметика. Линейка Клиник. Мне на самом деле очень понравилось. Я буду ею точно пользоваться. И когда буду ходить на батуты, если вообще захочу наносить косметику, очень часто я без косметики. То есть у меня, допустим, гель для бровей и тушь. Но если захочется иметь какой-то тон, румянец, который до сих пор, между прочим, у меня остался, то я обязательно буду ее использовать. Если видео вам понравилось, если оно было полезным, то ставьте пальчик вверх. Если нет, не полезно, не понравилось, ставьте пальчик вниз. Я вас очень сильно люблю, улыбайтесь чаще и пока-пока. И мы затряслись на трамвайных путях.